С подключением, Визернейм! Готов поспорить, что вид мощного компа заставляет твое сердечко биться чаще о разговорах, а геймплей граффли занимает нехилый процент из всех произнесенных тобой слов. Индустрия видеоигр стоит дороже, чем музыкальная и киноиндустрия вместе, но по-прежнему вызывает много вопросов у бумеров. Все новое это непонятно и страшно, а еще на него можно списать то, чего не можешь признать в самом себе. Сегодня попробуем понять, есть ли связь между насилием и видеоиграми. Массовое насилие среди подростков в последнее время быстро теряет статусе что-то шокирующего, как в Штатах, так и в богохранимой, закрепляясь в качестве социального явления, в котором переплелись трагизм и статистика, нечто вроде дани современности. Однако, если с количеством 5 и более убитых, повторяющихся в стране свободных за видной регулярностью, аж 5 раз в год, мы не могли не вызвать вопросов относительно своих возможных причин. Печально известный Колумбак 99-го года, собственно, и привлек внимание широкой публики к возможной связи между случаями детско-юношеского насилия и видеоиграми. Отныне чуть ли не каждый случай массового убийства активно сопровождался в медиа обширным оглаком полубезумных криков о том, что это все вожду. А все потому, что пристрастие к нему было отмечено главным действующим лицом трагедии. Впрочем, как обычно, все началось еще раньше. Уже в 70-е на заре игровой индустрии стало ясно, что насилие – это важная часть любой игры. Способность насилия приковывать наше внимание была расколдована еще дедушкой Фрейдом. Он утверждал, что мы таким образом снимаем напряжение. Ведь помнишь те залипательные ролики, в которых что-нибудь так притягательно режут, ломают, лопают? Ну, ты понял. Из окна 2021-го изначальная пронизанность видеоигр насилия может выглядеть немного странно. Ну, типа, да, вы сделали новое развлечение для детей. Классно, супер. Но какого хрена в нем столько крови? Дело в том, что первые игровые аппараты не то, чтобы предназначались для детей. В основном их ставили в барах для развлечения соответствующего контингента. Вы знаете, да, эти пьяные с их любовью к насилию. Ну и, по-моему, вообще неудивительно, что наибольшую популярность набрали игры с ярко выраженными элементами насилия. По-типу Call of the Rabbars, Chalice, Death Race. А потом на мир снизошел Mortal Kombat. И пиксельное насилие вышло на новый уровень. Жестокость и насилие, наверное, достигли своего мысленного предела. И в каком-то смысле уже начали даже демонстрировать признаки постмодернизма и докаданса. Помнишь, в «Фаталии Телюканга», где он, преисполнившись различными вариантами насильственной расправы, убивает человека самим автоматом для игры в Mortal Kombat? Собственно, первые крупные судебные разбирательства и публичные процессы по вопросу негативного влияния видеоигр на агрессивное поведение начались именно в отношении Mortal Kombat, Найт Рэп и стрелялки Legal Enforced. Эксперты до сих пор гадают, почему выбор пал именно на эти тайтлы, ведь в отличие от МК они не пользовались популярностью, а Найт Рэп вообще была интерактивным кинцом, в котором спецагенту нужно присматривать за молодыми девушками на ее входе и в пижамной вечеринке в доме. Ну, естественно, конечно, с нельзя, потому что на дворе был 92-й год. Пострразбирательская миссия создала таблицу возрастных ограничений и обязала помещать их на обложке всего подряд. Стоила ли игра про пижамную вечеринку такого хайпа? Скорее всего, нет. Но если у тебя есть идеи, как сделать даже такой кринж-фест играбельным, для тебя есть предложение. XYZ School запускает курс, посвященный профессии геймдизайнера. Его ведет именитый профессионал Сергей Праздничнов. Он специализируется на дизайне систем и боев. Работал над Assassin's Creed Valhalla, Revolve X-Fiction и несколькими триплей-играми, в основном от Ubisoft. На курсе Сергей поможет создать тебе продвинутый прототип шутера от третьего лица. Для этого ты научишься всем необходимым навыкам, от генерирования идей до создания механик и работы с документацией, расчета баланса. Свой прототип ты будешь создавать в Блюпринт. Это система визуального программирования в Unreal Engine 4. С помощью Блюпринта можно создать очень много и безъединенной строчки кодек. Собственно, поэтому какие-то специальные знания не нужны, только желание придумывать механики и работать по пайплайну AAA студии. Процесс создания прототипа экшн-игры напоминает сборку конструктора. Студенты собирают его из механик, который помогает сделать программист на курсе. В процессе обучения научат правильно составлять для него ТЗ. Если ты совсем не понимаешь, чем занимается геймдизайнер, то у XYZ есть отличный бесплатный курс, который поможет с этим разобраться и понять, подойдет ли тебе эта профессия. Но еще можешь показать его порядком, чтобы они прониклились. Студенты XYZ School устраиваются, SuperSoft, Saber, MyCom, Digital Forms и другие студии. В общем, если хочешь принять опыт работы в индустрии AAA игр или сделать свою собственную игру, то надо идти по ссылке в описании и записываться на курс. Активируй промокод UNOZ PLUS и приобретай этот или любой другой курс со скидкой 40%. В подарок ты получишь месяц подписки XWZ PLUS, который открывает доступ к 30 дополнительным мастер-классам при продлении еще 15 каждый месяц. Стоит, впрочем, признать, что общественность не в первый раз пытается уличить развлекательную индустрию в провоцировании жестокости. В 50-е подобным нападкам успели подвергнуться комиксы и даже столы для пейнтбола. В некоторых городах, вроде Нью-Йорка и Чикаго, столы для пейнтбола вообще одно время были запрещены. Типа игрушка дьявола. Но национального уровня проблема видеоигры насилия достигла во время президента Билла Клинтона в связи с шутингом в школе Колумбайна. Именно любитель подстольных игр отдал в финальное распоряжение исследовать компьютерные игры на предмет провоцируемого насилия. С тех пор проведена масса исследований. Первые исследования публиковали отчеты о наличии прямой связи между явлением. Затем, примерно после 2004 года, подавляющее большинство эту связь видеть перестало. В целом, в американском обществе активность различных деятелей, пытающихся спасти человечество из зияющей пасти злобных разработчиков игр, сходит на нет. Одновременно с этим, американская психологическая ассоциация, АПА, что в своем отчете за 2003 год, что в последнем за 2020, однозначно утверждает, что видеоигры могут быть опасны провоцированием агрессивного и насильственного поведения. Как же так? Сейчас будет немного о науке, поэтому давай начнем по порядку и определим себя в терминах. Например, что агрессия не совсем то же, что и насилие. В отчете АПА агрессия определяется как поведение, направленное на причинение вреда другому человеку. Насилие же это высшая точка агрессивного поведения, в рамках которого уже собственно причиняется серьезный физический вред другому. То есть не всякая агрессия есть насилие, но любое насилие подразумевает агрессию. Ну, допустим. Но каким образом вообще возможно такого рода влияние? На основании чего группа психологов заявляет о способности видеоигр провоцировать насилие и агрессию? Чтобы понять, как это работает, необходимо немножко копнуть в историю этой науки. На почти 150 лет своего существования психология доводилось исследовать разное и разными способами. Сначала, в конце 19 века, психику исследовали лишь через самоотчеты людей о своих внутренних состояниях. Понятно, что на этом далеко не уедешь и глобальных выводов не сделаешь. Потом появился Фрейд и попытался объяснить законы психики через навязчивое желание заняться сексом с одним из своих родителей. А потом люди науки поняли, что все это и самонаблюдение, и эротическая мифология, конечно, классно, но как-то трудно собираемо в привычную нам научную картину. Чтобы там и формализованные исследования были, и наблюдаемый результат. Поняли они это и придумали. Бихевиорист, объясняющий человека через особенности его поведения и как бы вообще отметающий внутренний мир человека. Бихевиористы привлекали тем, что результат их исследований всегда можно было наблюдать. Все просто. Ну вот, к примеру, такое психофизиологическое состояние, как боль. Как его наблюдать, когда ты живешь в 1920-е? Но зато вот поведение, характерное для боли, наблюдается вполне определенно. Причем как у человека, так и у животного. Представь себе эксперимент, в рамках которого маленького мальчика, который никогда не испытывал страх перед крысами, повещает с ней в одну комнату, и при каждой попытке поиграть со зверхом, его бьют током, формируя, собственно, страх перед животом. Сложно, да, такое себе представить? А вот в 1920-е можно было многое даже это. Были и более лайтовые, но не менее значительные эксперименты, в рамках которых испытуемые получали подкрепление определенному поведению. Это нам сейчас кажется, что крыска, наученная нажимать определенный рычаг, чтобы ее не бил ток, это так, ничего особенного. А во второй половине 20-го века за такое можно было еще и пару национальных наград получить. Исследовали бихиаверисты и склонности людей развивать в себе новые паттерны поведения под воздействием наглядных примеров. Может быть, ты слышал про тоже весьма крыжовенький эксперимент с куклой Бобо. Ребенка сажают в комнату, там стоит огромная полуметровая кулка. В комнату входит взрослый, берет игрушечный молоток и начинает оголотело метелить куклу. Короче, результаты показали, что чем больше дети наблюдают агрессивное поведение у взрослых, тем более они сами становятся к нему расположены. Интересно, кстати, что детишки, наблюдавшие, как их бумеры родители стучат по кукле, проявляли фантазию и заширялись над куклой совершенно неожиданными способами. Но вот на этих самых экспериментах и основывается предположение о том, что реализация агрессии и насильственное поведение в играх модулируют насилие в реальном мире. Собственно, именно на эксперименте с куклой Бобо Альберт Бандуре и сделал выводы, что наличие модели агрессивного поведения в лице взрослых формируют соответствующие паттерны поведения в детях. С выводами бихеверизма, в общем-то, никто особо не спорит, а его методы влияния на поведение человека активно используются в современной психотерапии. Так что, если ты страдаешь чем-нибудь заканчивающимся на фобии, то иметь смысл обратиться именно к победенческому терапевту, вместо того, чтобы искать причины страха пауков в своих прошлых жизнях или в постели твоих родителей. Ну да ладно, твой внутренний мир, твоя ответственность. А мы с тобой тем временем установили достаточно простой механизм влияния видеоигр на агрессивное и насильственное поведение. Реализация агрессии в игровой форме создает модели и скрипты для подобного поведения в жизни. А если принять тот факт, что всякий ульт-крит или хедшот сопровождается в твоей голове выбросом дофамина, доставляющего тебе моментальное удовольствие, то становится ясно, что паттерн агрессивное поведение, положительный стимул закрепляется. Ну а следовательно, это вы уже сами должны понять, рискует найти свое воплощение в реальном мире при подходящей возможности. Да, статистика показывает, лишь 12% тех же школьных шутеров были хоть сколько-нибудь серьезным образом приурочены к миру видеоигр. В то время как сами видеоигры помогают ветеранам боевых действий контролировать симптомы посттравматического стрессового растворства. Более того, не надо много времени посвящать психологии и когнитивным наукам, чтобы понять, что реальные примеры взрослых гораздо в большей степени способствуют моделированию агрессивного поведения детей и подростков, нежели примеры виртуальных. Например, та же озабоченность взрослого населения агрессивное поведение молодежи в контексте его провоцирования комиксами и столами для пинтбола возникла сразу после Второй мировой войны. Да и исследований, демонстрирующих отсутствие связи между случаями насилия и видеоигр, тоже достаточно много. Но с другой стороны, АПА в своих последних отчетах усматривает достаточно устойчивую корреляцию между видеоигром и склонностью к агрессивному поведению, рекомендуя родителям, тоже играющим, кстати, принимать соответствующие меры, добавляя, конечно, что особенности этой связи должны быть, ну, как-то чуть больше исследованы. Например, агрессивные стремления, живущие внутри каждого из нас, создают напряжение. Чтобы все это не вылилось на пародию фильма «С меня хватит» с Майглом Дугласом, реализованное насилие в видеоиграх могло бы служить своего рода разрядкой. Да-да, подобно тому, как люди часто используют еще две вещи, приносящие большое удовольствие. Это юмор и секс. Ну и, возможно, еще сахар. Кстати, такая точка зрения отчасти подтверждается результатами исследования, установившего обратную зависимость между жестокими играми и количеством насильственных преступлений в США. Там, с 1991 по 2010 год их количество снизилось в среднем более чем на 30%. Чем больше детишки рубились в Mortal Kombat, тем меньше им хотелось сделать фаталити в школе. В общем, вопрос влияния насилия в видеоиграх на насилие в реальной жизни очень сложный и многоуровневый. Картина выглядит приблизительно так. Статистические данные, которых за 20 лет накопилось немало, показывают скорее обратную зависимость между популярностью веих игр и общим уровнем насилия. Однако, учитывая резко участившиеся случаи массовых убийств, можно предположить, что некоторых из нас в видеоигры действительно могут привести ник туда, подпитывая темные части нашей свышести внушая мысль, что насилие – это ок. Поэтому давайте лучше быть другом этому миру, а главное – другом самому себе. Так больше шансов, что вокруг соберутся правильные люди, а цели станут яснее. Не забываем про наш телеграм, там новости, миштяки. Тут проставляем что-то – лайки, колокола, комментарии, подписки. Что там еще нужно? Никогда потреблять контент еще не было так сложно. Боже, помогите. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok